Друзья, всем привет, с вами Яков. Пока мы фармим, разбираемся с Лигой Предательства, люди уже на первый день, на 48 уровне, поднимают уже 3 Мирора. Вот это фарм, так фарм. Человек себя уже обеспечил любым билдом на предстоящую Лигу. Прямо даже можно сказать топовым. Ну и если вы еще не начинали Лигу Предательства, или допустим разобрались с ее механикой, то давайте я вам быстренько попытаюсь ее суть объяснить. Давайте начнем с самого начала. В Лиге Предательства мы будем охотиться на Бессмертный Синдикат. О этом Синдикате нам по сути поначалу неизвестно вообще ничего. Есть информация только о 4 направлениях, в которых они работают. Это перевозка, укрепление, исследование, а также нападение. Этот Синдикат постоянно меняется, в некоторых случаях не без нашей помощи. И узнать в итоге, кто окажется его главой, мы можем только после сбора определенной информации. Эту информацию мы можем собирать, когда будем сражаться с членами этого преступного Синдиката. Как вообще они будут появляться у нас на локациях? Неважно, сюжетная линия, ну или же карты, этот Синдикат будет проявляться в 4 направлениях. Что касается перевозки, то тут будет идти такой небольшой кортедж. Наша задача не дать этому конвою дойти из точки А в точку Б. Но при этом его сопровождать будут, конечно же, члены этого Синдиката, этой группировки. Они довольно-таки сильные, они даже можно сказать очень сильные. И гораздо сильнее этих мобов, которых вы повстречаете на какой-либо локации. Что касается направления укрепления, то это атака форпоста, ну или базы. То есть их база будет окружена забором с определенной дверью. Нам эту дверь надо разнести, и когда мы ее разносим, то тут появляются как раз таки члены этого преступного Синдиката. Но мы их опять-таки пытаемся уничтожить. Третье направление это исследования. У Синдиката имеется своя лаборатория, где как раз таки они эти исследования и проводят. Так вот мы в нее должны попасть. И как только мы туда попадаем, у них начинается полнейший шукер. И они начинают там уничтожать все свои исследования. Ну и наша задача в этот момент времени заданное количество исследований защитить. Избавляясь естественно от всех адептов, ну и конечно же от членов преступного Синдиката. Ну и последнее направление это нападение. Нападение может проявляться само по себе. То есть вы допустим бежите по локации, радуетесь жизнью, убиваете противника, получаете опыт, поднимаете лут. И тут ни с того ни с сего на вас из ниоткуда нападают как раз таки члены этого Синдиката. Ну наша задача естественно от них оббиваться, ну и доказать конечно же, что они неправы. Так вот вне зависимости от направления, что перевозка, что укрепление, исследование, ну или нападение, там могут встречаться от одного до трех допустим членов группировки этой. Ну и как только мы им навешиваем физических замечаний, то они сразу попадают в нам плен. И мы уже вольны решать, что с ними делать. И тут дорогие друзья, вы уже должны смотреть очень внимательно, какие варианты вам доступны. То есть напоминаю, наша главная задача собрать как можно больше информации о главарях этого Синдиката. Но это не означает, что вы должны собирать только-только одну информацию. В некоторых случаях выгодно даже повысить ранг определенного главаря. Или допустим, если у вас не хватает какой-то информации, вы можете их поместить в тюрьму. И они в это время будут выдавать вам информацию раз за ход. Что касается этих ходов, это просто перемещение по картам. То есть ход считается одно попадание на одну локацию, на одну карту. То есть если написано, что в течение трех ходов вам будет дана какая-то информация, это означает, что по истечении трех локаций, ну или трех карт, вы получите все данные. Что касается всех членов этой группировки, то любой из них может оказаться, что главой этого Синдиката, что и его заместителями. Так вот, когда мы собираем всю нужную информацию, что на его замов, что на саму главу, мы попадаем в его убежище. Точнее, нам дается возможность вторгнуться в его убежище. И вот как раз это вторжение уже выглядит как обычная карта. То есть нам дается шесть попыток, чтобы завершить это вторжение. Но вот что касается маршрута этой карты, то она очень-очень сильно напоминает разломы. Точнее, это даже похоже на разломы. Ну, во всяком случае, маршрут построения. И по сути, здесь мы опять-таки должны дойти из точки А в точку Б, убивая площадь партийников, которые будут попадаться нам на пути. Но в конце нас будет ждать, естественно, арена. Ну, а на которой будет нас ждать это как раз-таки главарь. Ну, или его зам. Когда мы его сразим, как, в принципе, и его адептов, нам, в принципе, не будет дано никакого выбора. Только будет одна задача его допросить. Что мы, в принципе, успешно делаем, и этот член синдиката попадает к нам в плен. Что в этой ситуации ни в коем случае не зависит от нас. Ну, во-первых, то направление, которое нам попадется на определенной локации, ну, или же на определенной карте. То есть нам попадается одно из четырех направлений. Выбирать мы это направление не можем. То есть, что попадется, то и попадется. Но вот когда мы уже сразим определенного члена этой группировки, ну, или членов, то тут мы уже вольны выбирать. Или повышать ранг, или получать моментальную информацию, ну, или получать информацию по стечению трех ходов. Может быть, член этого синдиката предложит вам договориться и взамен дать вам какой-нибудь примет со скрытым свойством. Ну, а когда вы эту уаль снимете, то у вас может получиться одно из трех свойств, которое прям вам жизненно необходимо. Или вам могут предложить получить на выходе какой-то легендарный примет, который тоже получится на выходе, может быть, топовым для вас. То есть тут присутствует элемент тактики. Естественно, никуда не делся и элемент рандома, то есть элемент удачи. Что в плане дропа предметов, а также, что касается спавна этих направлений. Но самое главное, что вы должны запомнить, что попасть как раз к самому главарю, а также впоследствии к этому главарю, вы должны собирать как можно, как можно больше информации. Ну, когда информация достигает 100% показателя, тогда вы уже можете вторгаться. Ну, а вот уже по итогу вторжения, вы получить можете очень хорошие награды. Сферки это раз. И вот как раз-таки эти три мирора человек получил из такого вторжения. Можете получить много предметов со скрытыми свойствами. Можете получить в итоге много уникальных предметов. В одном из направлений даже существуют станки, которые позволяют крафтить предметы. То есть вам дается определенно ограниченное время, ну и за это ограниченное время вы можете с белым предметом делать все, что угодно. Вам дается практически полная свобода действий. При этом у вас имеется немаленькое количество ресурсов, и с этими ресурсами вы можете делать все, что угодно, но только крафтить. Изъять вы их оттуда не можете. Поэтому как столько туда попадете, не пытайтесь забирать эти 100 экзальтов. Это вам только для крафта. Ну вот в принципе, дорогие друзья, вкратце это вся информация, что касается Лиги Предательства. То есть нас здесь интересует только информация. А вот уже кто будет у руля, это уже совершенно другое дело. Потому что у каждого представителя этого синдиката в итоге будут свои уникальные награды. Но вот когда мы уже зафармим каждого, тогда мы будем выбирать, кого же нам в итоге фармить. Или Гапа, или Воричи, или Коррола, или Элерона, ну и так далее. Кстати, что касается имен, то здесь как раз таки их называют по-нормальному, то есть так, как они звучали в оригинальной версии игры. То есть тут, как вы видите, допустим, есть имя Элерон. Это его оригинальное имя, но нам раньше переводили как Эльпидон. Воричи раньше переводили как Фотис. Есть Стора, ее раньше переводили как Терона. Ну вот, допустим, есть Вагон. Вагон раньше был Вилмор. Почему они ее раньше так переводили, непонятно. Но хоть под занавес перевели по уму. Так что, дорогие друзья, вот такая нам лига предстоит на следующие три месяца. Как я раньше предполагал, это в принципе так и получилось. Эта лига очень-очень похожа на Лигу Уменьшательства. То есть так, как вы помните, мы зафармили Храма Цуаталь, и начинается все то же самое. Здесь аналогичным образом. То есть мы здесь убьем Главаря, уничтожим его замов, и в принципе можем опять-таки фармить данный Синдикат. Все по кругу. Так что в принципе на выходе Контент Лиги получается не особенно сложным. Тут все будет только зависеть от нашей удачи, от рандома, ну а также от нашего билда. То есть будет он способен фармить этот Синдикат на высоких уровнях или нет. Но в любом случае этот фарм можно проводить даже и на мелких тирах. Этот фарм даже проходит на сюжетке. Так что изучить Контент Лиги вы можете где угодно. Хоть даже и на первых тирах. Сами понимаете, отличие только будет в наградах, точнее в уровне этой награды. Мне в принципе эта лига понравилась. Ну и честно говоря, по мне лучшие лиги вот подобного типа. Как Вмешательство со Суатлем, ну или допустим как это Предательство с Синдикатом. Спуск конечно также был шикарен и хорош. Ну во всяком случае поначалу. Но потом это попросту превратилось в бесконечную прямую. Что тоже в некоторой степени напрягает. А здесь вроде лига на одной доске. Ну и при этом она с одной стороны предельно проста. Но с другой стороны дает немаленькое количество выбора. Ну вот как-то так. Ну а это у меня дорогие друзья все. Я вас благодарю за внимание и за просмотр. Я надеюсь информация, которую вы получили из этого ролика, была хоть как-то вам полезна. И поможет вам разобраться с Лигой Предательства. Если будут какие-то вопросы, пишите и в комментарии под роликом. Ну или же задавайте на стримах. Ну что ж, а я с вами прощаюсь и желаю удачи в фарме от гейма. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.